Сезон сплайсер уже идет почти три недели. За это время мы успели познакомиться с историей, потрогать всякий контент, выбить новых наград и освоить старый новый рейд. Получается, можно уже и поделиться своими впечатлениями, сказать что мне понравилось, что мне не понравилось, ну а в комментариях вас также попрошу написать свои впечатления. Точнее, точнее не так. Напишите в комментариях вот что. Поменялось ли как-то ваше мнение о сезоне сплайсер за первые пару недель относительно его дней запуска? Вот интересно будет почитать. Ну а я начну, пожалуй, как раз со дня старта. Никого не удивлю, наверное, если скажу, что это один из худших запусков сезона за последние несколько релизов. Да, игроки вновь столкнулись с проблемой упавших на старте серверов. И что меня особо огорчает в этой ситуации, что все просто такие, а, ну конечно, серваки упали, как же иначе. Некоторые, судя по комментам, даже не пытались на релизе зайти, заведомо зная, что так будет. Мы уже как будто привыкли к тому, что зайти и поиграть на старте нового контента мы не можем. Да, лежали сервера и у других игр, далеко ходить не надо, тот же Outriders этим запомнился. Но, мне кажется, масштаб все же другой. Но, допустим, сервера в этот раз завелись относительно быстро. Но ведь нам дали пройти одну миссию, а потом начались вылеты с ошибкой. Дальше игра просто не работала. Настолько все обрушилось, что решили, отрубить сервера на техобслуживание еще на два часа. Но и потом некоторые игроки все равно не могли зайти. То клиент крашился с одной ошибкой, то клиент крашился с другой. Пользователи, у которых было более 40 друзей в стиме, тоже получали ошибку, и это мне вообще непонятно. В итоге, некоторые стримеры даже не могли запустить игру и показать ее остальным, потому что у них слишком много друзей. Смешно, правда? Люди, продающие игру, не смогли в нее зайти, пока не удалили из своего списка друзей в стиме, ребят, с которыми они играли там лет 7 назад в Counter-Strike или Dota. В общем, как я и сказал, первые двое суток было просто кошмарно. И, к сожалению, ничем хорошим запуск точно не запомнился. Что же мы получили, когда прорвались, наконец, через коды ошибок? Во-первых, историю. Да, мне нравится видеть, как развивается сюжет в Destiny. Он, наконец, превращается из многотомника лора в нормальный сюжет, за которым можно следить, просто играя в игру. Я не самый читающий лор игрок, честно. Меня сложно заставить что-то вот основательно от корки до корки прочесть. Мне может стать любопытно имя, например, кто такая Шаюра, и тогда я пойду читать. Но происходит это не часто. Про Митрокса также знали далеко не все игроки. Лороведам может быть это тяжело представить, но да, большинство игроков ничего не слышали про создание Дома Света и какое отношение к этому Митроксу имеет, например, Сьор Эйда. Но теперь это становится интересным, потому что становится понятным. Лагерь Эликсни в руинах Бодзо — это потрясающе. Сканируемые предметы с истории Эликсни, семьи, отдыхающие в шатрах — это и правда делает историю живой. Появление Лакшми, их диалоги — это недоверие некоторых персонажей к Митроксу. Мне было интересно слушать Аманду и Ворона во время прошлого сезона, и я также слушаю реплики Сейнта и Митрокса по прохождении взлома. Это круто, их споры оба понимают какую роль играет прошлое, Сейнт упрекает Митрокса в лицемерии, а народ Дома Света боится, что теперь они живут под одной крышей с Сейнтом. Этого мы ждали от Destiny с первых её дней. Понятного повествования. И спасибо, что сейчас это случилось. Я считаю, что это главное достижение последних двух сезонов. При этом, осталась и нишевая такая история, которую нужно всё же читать. Но теперь она не идёт в разрез с основной. Короче, повторюсь, вот за это прям моё уважение. Хотя, должен заметить, истории в описании разных предметов про Эликсни на улицах города слишком душераздирающие. Может я даже сделаю видео на эту тему, как маленькую лор историю. Развиваться же эти события будут по уже протоптанной тропе. Как и в прошлом сезоне, как и позапрошлом. Кто-нибудь помнит вообще сезон охота? Короче, да. Каждую неделю мы проходим поручения, проникаем в сеть вексов и узнаём что-то новое. Я не могу сказать, что это прям плохая система. Да, это конечно можно назвать растяжением контента, но бога ради, этот сезон будет длиться всё лето. И положа руку на сердце, я не вижу позитивного сценария, при котором этот сезон был бы насыщенным, если бы вот таким тонким слоем повидла не мазать сюжет на несколько недель. Так что даже этот способ в текущей ситуации лучше, чем ничего. Ой, как не люблю я эту фразу. Проблемы с этим начнутся где-то на неделе 10 в июле. И если у сезона не припасено туза в рукаве, вроде предвестия в прошлом сезоне, то задержать игроков до августа будет тяжело. Календарь не внушает доверия, железное знамя каждую неделю. Зачем? Активность взлом. Да, нам снова включили гамбит в патруле, в котором мы гриндим пушки и прокачиваем очередной терминал, как это было в бункере, как это было у варикса, стол и так далее. Я признаюсь, я не люблю эту систему, вижу это как один из способов дать что-то для гринда игрокам, которым нужен только этот самый гринд. Я не из таких, мне это не особо интересно. Сама активность взлом, как по мне, затянута. И даже если вы, попив контента, пойдете туда формить материалы для прокачки Митрокса, ну сколько раз вы пройдете подряд эту активность, прежде чем сойдете с ума? Пять раз? Семь? Честно говоря, я в прошлом сезоне на арену то залетал только чтобы сезонное поручение сделать и точно её не формил. Тут будет точно так же. Никакого развития геймплейного в этом нет. Одна и та же механика на каждый сезон. Да, в этот раз она чуть более простая, вам не нужно заниматься всей этой вознёй с золотом, но в корне это ничего не меняет. Любая, абсолютно любая награда завязана на многоуровневый гринд. Гринди материалы, чтобы потом пойти гриндить пушки. И это возведено в абсолют. В том же трансмоге, о котором мы еще позже поговорим. И поймите, игра про фарм лучшего снаряжения. Да, гринд важная составляющая, я ни в коем случае ничего против не имею. Наоборот, обычно в комментариях я объясняю людям, которые жалуются на то, что добавили очередной квест с фармом, что камон, игра про фарм. Но он не должен быть целью. Например, фарм Найтфола. Вы проходите сложную активность и получаете шанс на хорошую пушку и экзот. И если вы с командой достаточно рукастые и можете построить свой геймплей так, чтобы закрывать за час не один сумрачный налет, а три, то вы и получаете тот самый гринд. Так было всегда, еще начиная с какой-нибудь Prison of Elders. Кого это не устраивало? Зачем мне эти молоты-перчатки, которые я должен кучу часов заряжать в патрулях или страйках, а потом идти, все равно по итогу в одну и ту же активность? Ради чего? Чтобы я дольше был онлайн в процессе попытки выбить новый сезонный гранатомет? Ну так, настолько ли он мне нужен? Лично для меня это уже конкретно перегиб по загруженности простой задачи. И если мне кто-то из клана говорит «го фармить грейник», я понимаю, что сначала мне нужно идти фармить эфир, потом засовывать его в перчатку и только потом идти в новую активность, которая какой бы замечательной ни была, но никак не изменилась за последние несколько месяцев. Внешне, да, красиво, но этого «красиво» обычно хватает на первые 3-4 забега. Я понимаю, что условия пандемии сейчас не позволяют развернуть все мощности студии и я не собираюсь набрасываться на банджи. Это чудо, что игра способна поддерживать нас хоть каким-то контентом в таком режиме, но вопросы все равно начинают появляться. И главный из них — для чего мне заходить каждый день в игру? Еще одна тема этого сезона, которая волнует игроков — Трансмок. Во-первых, давайте определимся — это незначительная функция для сезона. Мне не нравится, что систему изменения внешнего вида воспринимают как новый контент. Нет, вам просто дали новое меню настройки персонажа из уже существующей брони и шейдеров. Да, мы очень рады, что это появилось в игре, безумно. Я принарядил всех своих стражей в любимые сеты, но бога ради, нет, это не контент. Но я чувствую, что об этом нужно поговорить подробнее. Потому что… Ну, вы видели эти заголовки тут и там о том, что Банджи умудрились сделать Трансмок наихудшим способом. И, к сожалению, вынужден согласиться. Игроки ненавидят эту систему сейчас, и в следующем сезоне, если ее не изменить, они возненавидят ее еще больше. Потому что в этом сезоне с плеча нам дали по пачке бесплатных материалов для Трансмока на каждый класс, а в следующем этого не случится. И тогда останется два варианта – гринд или деньги. И если вам все еще кажется убедительным аргумент «ну это не влияет на игру», то я вас разочарую, это влияет, поскольку гринд, который повесили на плечи игроков, которые решили разблокировать свои старые шмотки в орнамент, просто чудовищен. Вот как это выглядит. Вам нужно формить синт-волокно, которое падает за убийство мобов до тех пор, пока вы не соберете 150 единиц этого материала для покупки контракта. Так вот, в первые же дни люди высчитали, что выпадение синт-волокна залочено на таймер в 2 минуты. То есть, чтобы получить одну единицу волокна, вам нужно убивать мобов каждые 2 минуты. Просто посчитать, что для накопления 150 единиц, которые бы позволили вам купить контракт, вам нужно играть 300 минут просто в отстрел мобов. То есть, вы 5 часов в сумме должны не заниматься ничем другим, кроме отстрела врагов, и это лишь на 1 контракт. 50 часов для 10 контрактов, значит 150 на 30 контрактов, если вы играете на трех персонажах. Плюс время на выполнение самих контрактов. Эти контракты AD1 тоже могут занять уйму времени, учитывая, что вам может достаться контракт на зачистку слепого колодца или убить 40 чемпионов в налетах. То есть, вы должны потратить более 160 часов в неделю, только на то, чтобы разблокировать бесплатную возможность трансмогать броню в рамках ограничения этого сезона, опять же. Ну или вы можете купить всё это у Эверверс. Сделать систему долгожданного трансмога настолько невыносимой для игроков, чтобы они пошли тратить деньги в Эверверс. Вы серьёзно? Банджи реально считали, что, ну да, выглядит неплохо. Слушайте, я взял один контракт в начале, я его даже показывал в своём гайде по трансмогу. Один. Мне достались алтари скорби. Я выполнил его на треть, и он у меня до сих пор так и лежит незаконченным в инвентаре. Я его не могу доделать. Это у меня, у человека, для которого играть в игру фактически работа. Что остаётся простым игрокам, которые запускают Destiny 3-4 часа в день, в неделю. Теперь это их основной геймплей. Формить нитки. И повторюсь, в этом сезоне есть 10 подарочных наборов для трансмога. И я думаю, что пока система не изменится, я не буду делать квест на эти нити и прочие материалы. Как бы сильно я не любил красивые сеты, и как бы сильно я не любил приходить к Аде, нет. Чёрт возьми, я не буду заниматься этим в игре. У меня нет на это времени и сил. Гриндить старые активности, чтобы превратить старые шмотки в орнамент. И вот именно поэтому я говорю, что это не контент. Потому что абсолютно ничего нового геймплейна трансмог не привносит. Мы любим Destiny именно за то, какие истории она порождает во время совместной игры в те или иные активности. Мы разделяем эмоции с другими игроками, со зрителями на стримах. А эта штука дарит лишь одну эмоцию. Но чтобы не заканчивать на негативе и не сложилось впечатление, что я уделил внимание только плохим вещам, скажу ещё вот что. Я уже выпускал на канале видео с моими впечатлениями от рейда Хрустальный чертог. Вот тут по ссылке оно будет, посмотрите если ещё нет. Если коротко, я его не особо ждал, но в итоге вышло, что теперь мне интереснее всего гриндить его. Но самое главное это то, что в рейд ходят новички. Я на стримах водил игроков, которые вообще не знали что такое рейд и для них это было новым опытом, который я надеюсь побудит их пойти в остальные рейды в игре. И это потрясающе. Видеть как новые стражи осваивают незнакомые механики. Но что наиболее ценно, то что все форумы, ЛФГ группы и каналы завалены объявлениями о том, что опытные игроки готовы вводить новичков в новый рейд. Почему? Вот просто потому что за 10 проведенных игроков, которые никогда в рейде не были, вы получите эмблему. И это просто гениально. Это я без иронии говорю. Уж поверьте мне, я регулярно читаю в комментариях о том, что рейды люди не ходят, потому что никому не нужны люди без опыта. А где тогда этот опыт брать? Короче как студенты выпускники на бирже труда. Так вот лишь такая простая мотивация уже решила проблему новичков-одиночек. Их теперь самих зовут идти в рейд, им не надо стучаться в кланы и просить, умолять. И блин, я надеюсь, что эту систему будут развивать и далее. Например, добавят триумф в печать следующего рейда, который бы требовал провести также 10 новичков. От этого все выигрыши. Новички получают опыт и эксклюзивный рейдовый лут, а бывалые игроки проходят уже знакомый, может быть приевшийся в каком-то смысле контент, со свежим взглядом и частично может даже разделяют эти эмоции с новыми игроками. Классная идея. Надеюсь, она никуда не пропадет в будущем, пожалуйста. В итоге, да, сезон не без проблем, их довольно много. Больше всего сейчас пугает лично меня продолжительность сезона. Как будто глядишь в пустоту, надеясь, что там будет чем развлечься в следующие несколько месяцев. Ну а мне будет о чем вам рассказывать. Однако и какие-то мелкие нововведения, эксперименты, которые идут только во благо, в этом сезоне появились и я надеюсь, что они никуда не денутся дальше. Спасибо за просмотр, за подписку. До связи.